Незакрытый ордеров, вот что проводится, всего в 2020 году. Это незакрытый ордеров в каком году, согласно вашей информации? Так, сейчас я вернусь. Составленный претензий 0, с кого требует ненорма. 2020 год. На 649, на 5621, незакрытый, на 2621 год. Это работа у нас. Это какой год? 2020 год. 2020 год. А сейчас какой год? 2021 год. А в каких местах незакрытых ордеров? Вы мне подготовьте информацию по 2020 году. Кто не закон, почему у нас не составлены претензии, мы этого вещь не отработаем. Заведите, Матерьевич, вопрос по оборудованию. Именно по 2020 году. По 2021 году мне необходима детальная информация, на какой премию, чтобы оборудование отрывали, и кто просрочил закрыть сортилы. Это первый вопрос. Второй вопрос. По тротуарам и дорогам. У нас должны были приступить к ремонту дороги, экспортируемой по улице Ленинга. Какого числа подряд организации? Да, мы планируем работать в начале пятницы. Пятница. Но мы приступили к ремонту? Не приступили. Не приступили. Причина? Погодные условия не позволяют. Пал Степанович, а я считаю, что там не погодные условия. Там подрядчик у нас почему-то задерживает это мероприятие. Мы с этим временем уже занимаемся больше месяца. Там партнерный камень есть, выставили? Нет, партнерный камень пока не весь, потому что она идет со стороны теплого. А обуслое мешает партнерный камень поставить? Нет, насчет партнерный камень там погоду не мешает. А что это? Подрядчик. Подрядная организация, видимо, не рассчитала свои ресурсные возможности, как они могут? Это не ответный вопрос. У меня профи за эту контору, извиняюсь. Подрядная организация четко дала информацию, что приступает к ремонту, к освободению, в пятницу на прошлой неделе. До сих пор их нам нет. Причину мне непонятно. Вы знаете, что дадите информацию? По Пакосу травы, пожалуйста. У нас Пакос мы занимаемся реорганизацией. Фирма Атри, Александр Ужас, правильно? Как точно, да. Сколько этап Пакос травы проводит? Ну, планируем в три этапа. Планируем. У нас с вами в середине июня фирма Атри, какой процент выпал на Пакос травы? Я, как уже сказал-то, по закону лечения 51%. Пакос цифры не устраивает. Причина какая-то. Я не полеменствовал, в ходные дни проехал весь город. Помимо того, что у нас трава с вами не пошли, у нас еще полосы практически весь город заполонил. Это отдельный вопрос. Проблема не в контроле, проблема подрядчиков. Проблема у нас подрядчиков. Сколько работает людей на какой стране фирма Тома Атри? Недорогич. 11-12 человек в обоих зонах. Это у вас родная из страны. 11-12 человек в обоих зонах. Субава сколько получается? 11-12 человек в обоих зонах. И ТОРГО? И зону зону. И зону зону. Хорошо. Директор фирмы. Мне-то возьму формат, что у меня работают 18-20 человек. Я не 18-20, я их не видел. Я даже 12 человек не видел. Мы эту ситуацию отслеживаем тут много раз. Да, приезжают инспекторов. Они имеют инспекторов, которые живут? Насчитывают, да. 10-12 человек насчитывают, но не всегда. У него бывает, когда выходит на работу 7-6 человек. Причина он не достигает, потому что его работники не выходят. И нет рабочей силы, который может привлечь. Этот вопрос не надо или подрядчик? Этот вопрос к подрядчику, он должен принять все исчерпывающие меры для обслуживания. Готовьтесь к претензии к подрядчику. Косить траву в ноябре месяце надо, когда надо будет уже 7 подрядчиков. Ситуация по подрядчику не устроится кардинально. Вопрос к вам, как поступало. Решение до конца недели должно быть на землю. Неделю назад совещание было по ремонту дороги сельских населенных полков, по складчикам. Какие подрядчик обещал на этой неделе начать выкладывать асфальт и так далее? Есть перспективы какие-то или до тех пор, пока город не зашорится, перспектив нет? Перспективы, конечно, есть, но тем не менее и город, и отделки, и район надо делать. Перспектива туманная, надо так отвечать. Я предлагаю собрать совещания вместе с муниципальным образованием, чтобы они тоже понимали согласно тех договоров и тех дорожных карт, которые были продавцены. Приоритеты будут расстроены в районе не только в городе, но еще в селе. Там такие же люди.